Значит, поскольку у нас сегодня день сенсаций всевозможного, то я хочу рассказать про недавно произошедшее обнаружение, как я полагаю, пятого или шестого, как их считать, типа фундаментальных физических взаимодействий. Значит, на сегодняшний день мы полагаем, что у нас есть четыре типа фундаментальных физических взаимодействий. Значит, первое взаимодействие, которое мы все знаем, это гравитационное. Это то самое взаимодействие, благодаря которому яблоко упало на макушку к ньютону. И благодаря которому существуют, как говорят, черные дыры, да, чего быть не может, конечно. Второе взаимодействие, это электромагнитное, благодаря которому мы носим каждый сотовый телефон в своем кармане и включаем свет. Третье взаимодействие, о котором мало чего люди знают, это слабое взаимодействие. Оно гораздо слабее, чем электромагнитное, и тем более следующее по списку сильное взаимодействие. Это благодаря которому происходит бета-распад. То есть, поговоря о котором, нейтрон распадается, и от него вылетает электрон, протон, и мистическая частица, странным свойством которой я не перестаю удивляться, это нейтрино. И четвертое взаимодействие, благодаря которому содержится все в ядре. Это так называемое сильное взаимодействие. Смотрите, здесь как все очень интересно стоит. У нас есть вещество, которое представлено с фермионами. Ну, например, электронами, протонами или кварками, в таком случае, сильное взаимодействие. И между ними происходит некоторое взаимодействие, обусловленное бозонами. Например, для слабого взаимодействия это три бозона. Для сильного взаимодействия это глионы, так называемые. То есть, как бы, если представить себе ядро, то находятся эти кварки. Но не надо требовать, что это такие большие кварки, скрепленные чем-то там между собой, таким слабеньким. Если мы воспользуемся соотношением энергии, энергия в норме массы на скорость света в квадрате, то мы поймем, что ядро – это маленькие крохотные камушки кварков, которые находятся посередине громадного бака, заполненного клеем. Вот так представьте себе такую, как бы, вязковую среду, в которой эти камушки кварков, то есть вещества, существуют. И поле настолько сильное, что все остальное, как бы, все остальные массы, вот это энергетическое взаимодействие, обусловлено, в первую очередь, обменными кварками между собой глионом. Вот. И что здесь интересно? У нас первый бозон, то есть фотон, у нас его масса равна нулю. Поэтому это взаимодействие носит бесконечный характер. Вторые фотоны имеют уже гигадиапазон, всевозможные бозоны. И мы понимаем, что если бы был открыт какой-нибудь очень легкий бозончик, какой-то бозончик, то он у нас никаким образом не мог быть объяснен в рамках традиционных представлений. То есть, если бы он имел... То есть, он массу имел, да, покоя? Да. Да, если бы он имел какой-то... А все фотоны массы покоя не имеют? Нет, почти все имеют, с исключением фотона. Все остальные имеют. Вот. Поэтому группой венгерских товарищей в августе прошлого года проведен следующий эксперимент. Они взяли литий-7, который у них там входил в состав, значит, этого... Литий-7, который содержится 3 протона и 4 нейтрона. И облучили его протонами энергетическими. Это приходило на ускорителя, поэтому они клоновскую силу протяжения этими протонами убили. И у них получился, значит, бериллий-8. Бериллий, а так его написано, что... Ну, давайте, ну, 8 я здесь напишу. Да, тогда здесь тоже семянок взять. Бериллий-8. Как оно и полагается, этот самый бериллий возник не в одном состоянии, а возбужден. Не в основном, а возбужден. Если бы он находился в основном состоянии, он тут же бы распался на 2 альфа-частицы. Поскольку у него 4 протона и 4 нейтрона. Распался на 2 альфа-частицы, долго бы не просуществовал. У него здесь существует два уровня. Первый уровень у нас, значит, со спинами ядра 1+, и второй тоже со спинами 1+. Но у одного уровня у него изотопический спин, а у второго 0. Основное состояние, у него изотопический спин, значит, тоже 0, а здесь, значит, и этот момент тоже равен 1, да? О, что там написал? А, нет, нет, момент ядра равен тоже 1. Вот, таким вот образом это у нас ситуация возникла. А что такое изотопический спин, я скажу немножко позже. Но что здесь интересно? Что нам предсказывает квантовая теория поля? Она говорит, что у тебя ядро находится в этом возбужденном состоянии. Потом оно начинает падать в основное состояние. Таким образом, что возникает у нас гамма-переход. Ну, излучение гамма-кванта. Вот это порядка, вот эти 18 мегаэлектрон-вольт. Электрон-позитронная пара начинает с одного мегаэлектрон-вольта. Это означает, что вот это самое излучение иногда порождает в космосе, в мире космосе, электрон-позитронные пары, которые мы фиксируем. И у нас вот есть ядро, и во все стороны, говорит нам квантовая электродинамика, должно вылетать примерно одинаковое количество вот этих электрон-позитронных пар, которых мы будем просто нашими датчиками фиксировать. Да? Любую точку их одинаковое количество. Они потом анигилируются, но сначала они анигилируются. Летят. Летят себе. Парами летят? Да, парами летят. Это как диполи, что ли? Ну, вдвоем они как бы летят, но разлетаются они самостоятельно, конечно. А потом они находят себе пару, и с ними что-то происходит. Наверное, они скарелировали? Нет. Почему даже не скарелировали? Они образовались в разных... У тебя они неодновременно образовались, потому что у тебя протоны налетают, налетают, и образуются, образуются все время. Потом они тут же падают в основное состояние, и все время вылетают сюда. Сидят, ждут, и... Ну, а за время даже вылетают. Ну, для одного атома. Да. Для кого там... Ну, так с каждого прихода в основном вылетает одна пара всего. Под любым углом. Да, я понимаю. А когда у тебя эти... Это я немножко про другое, это самое. По поводу этой самой, по поводу... Ну, как это называется, связанности. И передачи информации без... мгновенной. Ну, не знаю. Здесь, наверное, не имеет к этому отношения. Значит, смотрите, что здесь было. И у них вот здесь два перехода. Один, значит, который был вот с этим. У него все в порядке. Как квантовая электродинамика, квантовая теория поля нам предсказывает, то все стороны, позитронные пары разлетаются равномерно. А у того вот перехода с изотопическим спином 0, у него вот здесь, вот как бы, вот здесь есть максимум. Вот здесь такой под углом, вот так. Вот такой у тебя максимум здесь возникает. Здесь их возлетает гораздо больше. Как это люди интерпретируют в физике? Они интерпретируют, что отсюда у тебя вылетела какая-то частица. И эта частица потом распалась таким образом, что у тебя появились опять электронные позиционные пары. Это нормальный способ осуждения. Мы ищем так называемые резонансы. Вот современная физика, они очень много нашли всевозможного рода резонансов в мире. То есть вылет, случай, когда у тебя 1,0, он неравномерный? Да. Когда у тебя 1,0. Когда у тебя 1,1... По отношению к падающему излучению? Не к падающему. Ты попал протоном и забыл. Ты попал в протон, перешел в систему центра масс и забыл. Теперь у тебя... У тебя чего? Протон всегда переводит у тебя... Сама система, она у тебя оказывается как бы в возбужденном состоянии. А потом она должна излучить гамма-квант, чтобы перейти в состояние обычное, нормальное. Но она долго в нем не живет, но долго по атомным меркам распадается на 2 альфа-частицы. То есть в случае 1,1 она распадается равномерно по... Да. По стере. А в случае 1,0 она распадается неравномерно. Да. У тебя возникает неравномерный выброс электрон-позитронных пар. Ты кого? Логично предположить, что это ответ на другую сторону, полетело что-то другое. Нет. Логично предположить, что у тебя... Там есть какая-то частица, которая куда-то излучается. И эта частица потом распадается. Ну, я понимаю, да. Чтобы, конечно, чтобы было сохранение. Да. И это оказывается, что это частица. И таким образом можно прикинуть ее энергию. Поскольку два перехода, вот этот первый переход, он был 17,6, а второй, вот при Т0, он был 18,15, то примерно ее масса оценивается в 16 мегаэлектрон-вольт. В чем здесь как бы состоит интерес? А потому что все наши резонансы, все вот остальные частицы, вот люди такие же всплески, всплески много где сталкивают на андронах, скажем, на пучках, что-то между собой. У нас возникают вот такие же аномалии в матрице рассеяния. Такие же, в угловом это возникает. И тогда вот то, что они говорят, здесь у нас появилась, говорят, новая частица. И по ее следам пытаются понять, что она находится. И все эти резонансы на сегодняшний день, их объясняют каким образом? Что она состоит из тех же самых кварков. Например, говорят, это частица сильно возбужденное состояние протона. Или это частица сильное возбуждение состояния этого нейтрона. Либо говорят, это сильное возбуждение лямбда гиперона. Что-то там еще такое. Что-то. Частица вот этих самых мало, потому что кварки, они могут либо по три части между собой собираться. По три. Либо по два. Еще недавно открыли тетракварк, так называемый. Но это такая странная экзотика. Говорят, что еще открыли пентакварк. Но в основном из них. А эти резонансы, большое количество, сумасшедшее количество. Они говорят, что это все возбужденное. Что им здесь помогает? Тем, что массы вот этих частиц резонансов гораздо выше, чем массы протона, нейтрона. А протоны, нейтроны из них самые легкие. Это им помогает. А масса протона, она 1 гигаэлектрон-вольт. Гигаэлектрон-вольт. А здесь сейчас масса вот этого бозона, которая возникла, 16 мегаэлектрон-вольт. И отсюда у нас возникает патология. Мы должны понять эту самую значит, вот эту самую слишком маленькую, чтобы она состояла из того, что мы привыкли. Нет таких кирпичиков в мироздании, стандартной модели, чтобы она могла бы из чего-то состоять. Кварки так не могут выглядеть, да? Не могут, да. Любой кварк, он сам, первый кварк, он на самом деле, конечно, очень легкий. 4 мегаэлектрон-вольта. Но у них существует понятие конфаймента, так называемого. Если мы берем, у них, если вот наша сила притяжения, значит, она слабее, если отлично остальное куломовское взаимодействие, оно становится все слабее, слабее, то кварковое сильное, все сильнее и сильнее. Если мы хотим выдрать оттуда какой-нибудь один кварк, мы его тянем, 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 и нам нужно приложить сумасшедшую энергию, и он становится очень тяжелым. А потом вот это место, где он разверется на большое количество, у нас там появляется целое облако, частиц рождается. Вот. Поэтому как бы кварк вот этот, она ничего состоять от этого, эта штука не может. И отсюда следует, что люди с высокой степенью достоверности наблюдали некоторый бозон. Это известно, что это бозон. Бозон этот векторный, здесь спина у него равен нулю, соответственно. Вот. Они его наблюдали, и он в этой самой реакции, он у нас появляется. Отсюда кем бы он мог быть? Два вопроса. Один американский в мае месяце опубликовали статью. Они говорят, давайте модернизируем мы эту ситуацию, и это будет новый хиксовский бозон. Я помню лекцию Ансельма, которую нам читал. Это человек, который, кстати, впервые, да, технологический придумал, вот этот конфаймент, то есть асимпетическую свободу кварков внутри. И он нам говорил, что, конечно, было бы очень хорошо найти хиксовский бозон, но лучше бы он был не один, а их было бы несколько. Теория возникает более красивой. Ну, господи, но он там в таком диапазоне, в маленьком хиксовский бозон, но мы слабо этому верим. И вторая точка зрения, на которой в последнее время я стою, что у нас есть некоторое фундаментальное взаимодействие, другое, которое не является ни слабым, ни сильным, а просто новым. Потому что этого бозона, еще раз повторяю, остается быть только тем, что он есть, другим он быть не может. Вполне возможно, что таких бозонов... Таких современных обнаруженных нет. Да. У нового взаимодействия должен быть переносчик? Вот это он и есть. Начинал, потому что все равно есть переносчики взаимодействия. Да, условно. Это я понимаю. У них все бозоны есть переносчики взаимодействия. Значит, он тоже переносит какое-то взаимодействие. Оно очень похоже на эту самую штуку. Но оно, скорее всего, точнее, почти наверняка, оно обладает конечным радиусом взаимодействия. Вот. Конечным радиусом взаимодействия. И я уж совсем-то уж далеко не хочу рассказывать, что я там дальше по этому поводу думаю. Но вот этот фундаментальный факт, который надо сказать, принять его не за одну из химпских бозонов, понять, что эта частица манифестирует нам появление нового фундаментального взаимодействия, держащегося на субъятомном уровне. Это очень важно. А зачем это оно? Оно мне близко и родно. Почему оно нужно? Это серьезный вопрос. Я на него могу серьезно ответить. В свое время, когда не было теории сильного взаимодействия, была так называемая теория Юкавы. Она говорила, что если у тебя кулоновских потенциал вот такой, то у тебя в средеядерной взаимодействии потенциал будет вот такой. Видите, что он убывает гораздо быстрее? Вот такой Юкавы. И говорили, что есть некоторые частицы. То есть частицы в ядере держатся благодаря некоторому взаимодействию. Сначала думали, что это мион. Потом решили, что это пимизоон. Но это все частицы к массе, которая превыходит 100 мегаэлектрон вольт. И найти ее не могли. Потом, правда, придумали теорию сильного взаимодействия и от этой теории отказались. Но до сих пор иногда физики, когда надо что-то посчитать, они вот этот потенциал ядерный такой используют. Мы же видим, что нам придумывать ничего не надо. Раз у нас появилась какая-то новая частица, появилось новое взаимодействие. Массивное? Массивное. Значит, следует ожидать, что оно существует. Действительно ли это новая частица? Или это что-то... А как вообще идея? Все взаимодействие... Все, все, все. Похоронено. 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 Появился новый легкий базон, все. Стандартная теория неверна. Нету? Ее. То есть, она, по крайней мере, либо она предварительный характер носит, но вот новый базон ее отказывают, потому что вместо этой штуки нету стандартной теории. С нахождением базона Хиггса вроде как согласились о том, что стандартная теория подтверждена. Да. А вот теперь эксперимент, который показывает, что стандартная теория как минимум не полна. Не полна? Не полна. И нестандартная вообще. Да. Что она совершенно? Либо они пытаются сказать, что это один из базонов Хиггса, то есть тот, который нашли, он сверхтяжелый, там, десятки гигаэлектроновольт, да? Не помню. А у него должна быть пара. А этот какой-то легенький мегаэлектроновольт. Но это тоже странно, как бы. Но люди, я эту статью сам не читал американских физиков-теоретиков, в мае этого прошло, без рев. А, нет, она нахит. Вот это это работа венгерских ребят. Я напомню вам фундаментальный факт, что Венгрия говорят, что лидируют по количеству нобельских лауреатов на душу населения. Ну вот. Они вот эту штуку сделали. То есть, такие венгрии, финн-ругры, они очень депрессивные. У себя? А коллайдер уже нет полного. Нет ускорителей. Так он небольшой нужен-то здесь совсем. Тебе не нужен коллайдер. Тебе коллайдер нужен, когда у тебя масштаб энергии десятки, а то есть сотни гигаэлектроновольт. Или хотя бы гигаэлектроновольты. А здесь у тебя мегаэлектроновольт. Это кухонный ускоритель, который вот на этом столе монтируется. И он такой есть. И интересно... На этом ты обойтел внимание раньше? Они ссылаются на какие-то работы, которые я не читал. Но просто не изучали, гамма-излучение оттуда вылетает. Нормально оно вылетает. Его там много, поэтому ты такую аномалию на его фоне не заметишь. А теперь ты сидишь и честно сидишь и выполняешь простую работу. Ты берешь, в зависимости от угла вылета, электрон-позитронных пар. Строишь вероятность их вылета. И видишь вот такой всплеск. Они там, по-моему, 6 сигма назвали. Что-то еще. Много сильного они померяли. Вот такова вот у тебя, значит, это... Много появляется аномалия. Да, это же здорово. Это же здорово. Это, в общем, вот такова. Не, он для меня выглядит чрезвычайно родным и милым. Почему? Потому что мы помним, что нашей главной проблемой всегда в холодном ядерном синтезе было что? Преодоление кулуновского барьера. Бас, ты не можешь. Вот напомним опять эксперименты Высоцкого. Сидят бактерии в этом чашке Петри. Им дают компоненты, не помню чего уже. Хотел посмотреть, не посмотрел. Вот. У них там железа нету, по крайней мере, мисс Бауровского железа точно нету, 57-го изотопа. Они там им дали, они поели, поели что-то, там поделали, поделали, у них мисс Бауровское железо появилось. Вот такие эксперименты. И куча таких экспериментов Высоцкого. Целая книжка приняла. С холодным ядерным цитом занимаются? Да. То есть они занимаются с холодным ядерным. Он очень холодный, потому что при комнатной температуре, а с другой стороны он вообще невообразимый. Потому что это тебе два гитерия ты не столкнешь никак. Нужны температуры миллионы градусов. А чтобы там железо получить, там же у них коэффициенты десятки, десятки зарядов с обоих сторон. Десятки, чтобы такого вот дела оказывается. Но если мы предположим такую ситуацию, что иногда у тебя кое-где оказывается появляется подобный венгерский заряд, то у тебя может появиться некоторый потенциал короткодействующий, который позволяет у нас вот этот самый кулоновский барьер вот этот самый преодолеть в небольших расстояниях. Понимаете? Ну, понятно. Некранирование происходит как и в долгом. Да. То есть не экранирование, а просто притяжение. Она летит-летит, а кулоновский барьер он не поет. Она берет и его притягивает. Некранирование. И тут возникает второй фундаментальный вопрос. А почему? Почему обычно мы в этой физике никогда не видели? А иногда это работает. Чему там бактерии у нас научились? А она состоит в следующем. Это вот моя гипотеза тоже такая, смелая достаточно. Она состоит в том, что то, что мы наблюдаем, мы на самом деле наблюдаем не основные состояния веществ. А изомеры очень многих. Это поэзотопических как раз. Нет, изомеры. Изомеры это что такое? Это возбужденное состояние с громадным временем жизни. Парадедем и меркам. Вот. Такая вот эта самая штука. И все, что мы происходим, что у тебя иногда возникает такая реакция, что ты перекидываешься вот в это. Что становится в состоянии как бы еще ниже. Да, что становится в состоянии еще ниже, совершенно верно. И в нем вот этот венгерский заряд уже отлично от нуля. У тебя возникает вот эта сила протяжения. И это есть закон сохранения. Второй у тебя фундаментальный вопрос, помимо кулоновского отталкивания, почему у тебя отсутствует вредное излучение. Вот чем он интересен? Потому что когда Росси объяснял свою эту штуку, он написал статью, говорит, что вот там литий захватывает у меня протоны, да, и вместо образуется бериль, он распадается альфа-способ, две альфа-частицы, которых можно остановить фольгой, или укладываешь бумагой, поэтому у меня нет никакого вредного излучения. Ага, сказали мы ему, то есть я в том числе, так он у тебя когда так захватывает его, бериль вначале оказывается в ситуации вот этих двух состояний, вот этих самых, вот их, они, чтобы попасть в сноу излучение, они туда по 18 мегаэлектрон-вольт гамма-излучения выкидывают, ты парень, так тебя здесь живым не будет у тебя, и в окрестствии у тебя никого не будет, при таком-то гамма-излучении, таком энергетическом, вот, при такой реакции, которая у оси, анероси происходит, вот, а здесь они оказываются, что они перескакивают прямо в основное состояние, это всего касается, всегда у тебя любые физики скажут, что если у тебя захватывается протон, если у тебя захватывается метро, если у тебя сливаются два ядра, то они всегда сливаются тем способом, что оказываются в некотором основном состоянии, не в основном состоянии, возбужденном, что перейти в основное, они что-то делают, обычно это гамма-излучение, и тогда у тебя все кругом умирает, потому что ты гамма-излучение не остановишь ничем, если у тебя другие частицы возникают, они у тебя опять возникают этого мегаэлектронного диапазона. Например, представьте, вы слили два диетерия, у тебя образовался, так скажем, ядро третья. Ядро третья, плюс еще у тебя образовался протон. Так вот этот протон будет настолько энергичным, что он будет идти, расталкиваться со всеми окрестными ядрами, часть из них будет приходить тоже в возбужденное состояние. И опять у тебя будет гамма-излучение. И опять нет у тебя ничего живого. И любой оппонент, сторонник холодного ядерного синтеза, он объяснит, поскольку вы, ребята, вы все живы, нет у вас холодного ядерного синтеза. Нету. Потому что вы живы. Значит там происходит не излучение, а не гамма-излучение. А я хочу сказать, что у тебя каким-то образом ты перекидываешь вот эту самую систему, в основное состояние, ты ее перекидываешь, у тебя появляется венгерский заряд. После этого оказывается, что у тебя возникает притяжение. Но поскольку у тебя действует закон сохранения вот этого заряда, он не дает вот я в слившемся этой системе. Энергия-то пододевается. А вот в чем вопрос? А ее уносит электрон. Ну, значит, он должен быть достаточно энергичным. Смотри, я не хотел рассказывать, потому что уже пятки очень болят. Рассказывай. Должен быть поток электронов. Что сделал Роси нам в последнее время рассказал. Чего нам Роси рассказал? Поток электронов-то нет. Подожди, поток электронов как раз есть. Роси нам, чего он нам рассказал? Он говорит, мы сделаем установку, проделаем ее в дырку в свою, в трубочку, вставили волновод. И там ярко-синий свет виден. Ярко-ярко-синий свет. То есть это реакция. Как у нас изомеры? А я сказал, ого, блин, это же то, о чем я мечтал. Сразу. Почему я об этом мечтал? Потому что у тебя есть два способа, когда у тебя ядро падает в основное состояние изомера. Первый способ, это гамма-излучение. Оно взяло и гамма-изделало. А второе у тебя способ всего этого, это у тебя не гамма-излучение, а вылет электрона с внешней оболочки. Ну, у тебя вот ядро есть посередине, и здесь у тебя электроны на оболочках существуют. Да, совершенно верно. Возникает виртуальный гамма-квант, он выбивает с этой оболочки электрон, электрон улетает. Но поскольку он находится на какой-то средней оболочке, электрон с внешней оболочки занимает его место. И от этого возникает, а это уже оптический диапазон. Из оптического диапазона у тебя возникает излучение еще дополнительного фотончика оптического диапазона, то есть очень слабенького. Масштаб электрон-вольта. То есть синий свет, это два электрон-вольта с копейками. Понимаете, да? То есть получается, что у тебя вылетел ультрагрелативистский электрон, а его место занял другой электрон с этим излучением. Со сопутствующим оптическим излучением. И это мы у Роси увидели. То есть излучение синего цвета. Правда же здорово? Здорово. Откуда улетает электрон-вольт? С какой орбиты? С какой угодно. С какой орбиты он вылетает. Это тоже опять важно. Потому что соответствующий... У тебя есть закон сохранения момента импульса. Вот у тебя... Почему у тебя изомеры отличаются от воздружненных состояний? Потому что когда у них существует подобного рода переход, у них в этих двух состояниях очень сильно может отличаться ядро. спин ядра. Очень сильно. На три единицы, на два, на что-то еще. А фотон может вынести только единичку. Первоначально. То есть обычный дипольный. Поэтому им нужно. И что опять здесь меня подсказывает, что я прав на построение в этой самой трёхе. Потому что везде, где у нас происходит холодный ядерный синтез, там всегда дело касается... Значит, чего? Оно касается металлов, переходных металлов. Титан, железо, никель. А что в них заключается? А тем, что у них вторая оболочка недополненная. Вот здесь. Наверху два вот этих электроны болтаются. Помните, да, из химии? Что наверху два электрона. А потом внутренняя оболочка достраивается. Это означает, что они все магнетики. Ты их погружаешь в магнитное поле, и у тебя вот это самое L, оно может быть какое-какое угодно. Ты погустил в магнитное поле, и возбуждается, сколько у тебя замкнутой электронной оболочки или суммарный момент равен нулю, а здесь он тебе отличен от нуля. Оказывается. Ты его сделал, и тем самым ты вот этот самый электрон с подходящим значением орбитального момента вот этому ядеру каким-то образом предложил. Ты ему предложил, он сказал, «О, только тебя мне и не хватало», и им вот выкидывается. Таким образом, чтобы у тебя соблюдался закон сохранения этого момента импульса. Вот, таким образом. Вот, понимаете? То есть как бы на удивление все очень хорошо вырисовывается. То есть вторичное излучение есть, есть. Для никеля это я не знаю, я не могу посмотреть. Для никеля это вот этот самый, скорее всего, порядок первой величины. Все, что нужно, улетает. Тут, соответственно, должно быть удачное совпадение количества электронных этих самых с моментом, поэтому, когда... был подходящий. Почему, поэтому... Есть оболочки, в которых этот самый... О тех революционных вещах с окно с сыном, про который я рассказывал, которое произошло где-то полтора месяца назад, это конференция в Швейцарии. Когда они сказали, что они в состоянии специально обычными бактериями актинидов, то есть урана, полоний, вырабатывают их тоннами из обычной руды. А, это самое... Да, вот они этого сказали. Вы понимаете, я же понимал, что с теоретической точки зрения они несут полную чушь. Чего? Они говорят о какой-то теории риццер. Я поинтересовал, что такое теорица. Это ранняя совершенно теория, которая состоит в том, чтобы объяснить валентность всех электронов. Они придумали вот такую теорию, они взяли ее все очень своеобразно, и начали думать, что атом это вот такая пирамидка из шаров вот такая берет, и эти шары вот здесь как-то вот так накиданы, а здесь остаются свободные вакансии, и так образуется валентность. Понимаете, да? Берется вторая треяклеточка, и вот эти вакансии другую клеточку они так заполняются. Вот, с угла. Понятно, да, как я написал? Такая вот эта штука. Вот. Это они считают. И они считают, что эта пирамидка она еще и вниз туда уходит, там протоны точно так же торчат. Тогда во времена Рицца нейтронов таковых не было, по сути. Они говорят, мы на основании своего этих вещей теории Рицца создали собственную теорию, вот все эти эксперименты провели, долой планетарное строение атома. Но теория планетарного строения атома, то есть резонофобовская модель, она очень хорошо подтверждена экспериментально. Это такие вещи, которые не обсуждаются. Понимаете? По наскорительным экспериментам это такие вещи, которые не обсуждаются. Это как то, что Земля вращается в руку Солнца. Это установленный факт. Это вы о черных дырах можете фантазировать все что угодно. Кстати, не все вы доверены. Все, кто-то почему-то... Это серьезно на интернете показать плоская Земля. Ну, это понятно. Это понятно. Некоторые причем думают, что не факт. А в какой системе что-то смотреть? Они экспериментально пытаются доказать, что она плоская, запускают зонды, и зонда видит на самом деле, что Земля плоская. Ну, ясно, ясно. И вот эти плоская. У них планетарная теория атома неверна. Но этого быть не может. Потом вот и человек, который их презентовал, начинает в своих этих рассказах рассказывать про великого русского ученого Петрика. Ну, это же тоже невозможно. Какой к черту мошенник просто обычный? Какой это может быть? И так далее, и так далее. Потом они говорят, что вот большая бактерия подходит к этому, значит, к маленькому ядлу и забирает из него альфа-частицу. И происходит распад, который у нее описывают. Ну, это же тоже глупости. Никакая там аналь не подходит. Но что-то она с ним делает. Я так как раз... Ну, я так почему к экспериментам отнесся серьезно? Почему я к ней экспериментам? А потому что у них все корректно. Они же к урановой руде и с этим самым бактериям еще непонятно, что там делают, но они добавляют железо. Говорят, что можно добавить любой переходной металл. Это что такое? А вот этого они не добавляют и вот. Чтобы у тебя так называемые изомер, который мы принимаем за основное состояние, мог перейти в основное состояние по-настоящему. И там возникла бы вот та замечательная штука, связанная с этим с бозоном. Я понимаю, что я накидал большое количество всевозможного рода гипотез, и вряд ли все они окажутся верными, но уж больно все красиво, как вы так вытанцовывается. Поэтому, к теории, к тому, что они говорят о своей физике, эти два химика, занимавшиеся до этого, мать и сына, судя по всему, занимавшиеся до этого при помощи бактерий, очисткой от нефти, загрязнений, то, что они говорят по физике и по модели лица, это чушь, конечно. Но, тем не менее, то, что у них удается снять, это правильно. По всей видимости, эксперимент и тот способ, он абсолютно правильный. Третье, составляющая, в которую они не указывают, вполне возможно, что это просто сильное магнитное поле. Вот и все. То есть, ты берешь колонию этих бактерий, которые всю жизнь жили в Уране, которые удерживают сильные радиации, сильную кислотность среды, добавляешь им переходной металл для этого, чтобы дать им электроны с высоким значением орбитального планеты. Ты им это добавляешь. И дальше они работают. Они, и они эти актеноиды вырабатывают буквально там сотнями тонн могут вырабатывать. Предложи несколько тысяч тонн урановой воды, они тебе несколько сотен тонн их вырабатывают. А вся мировое потребление энергетики это примерно 100 килограмм. То есть, вся энергетика на планете это 100 килограмм актеноида. Вообще. Поэтому я... Почему так? Потому что энергия немного запасена. Ну, в Уране, сколько там? А там есть еще амереции, актини, протоктини, знаменитые пололи-210, технеции. Это все очень высокоэнергетичные с высоким запасом изотопы. У тебя 100-150 килограммов вся мировая энергетика. Взять у тебя такого. Вот. И они вот эту работу выполняют. наверное в этом электростанции сколько там грамм, что ли? Да. Граммы. Игорь говорит вакуру грамм, что ли? Игорь говорит о 100-процентной концентрации в чистоте. Урановая руда там, конечно, там уже... То есть ты берешь этих несколько тонн, десятков тонн 238-й урановой руды, в которой там будет содержаться на уровне десятых процентов собственно урана, скармливаешь этим бактериям, с железом, все, о чем они так любят и что это нравится. И они у тебя на определенном этапе образуются, скажем, там у тебя технец или полоний-210. И образуются именно в граммах просто вот с этой сотни килограммов ты имеешь... Это вообще говоря про жирная технология. Так я про это и говорю. Я про это и рассказал на самом деле. Но то, что они по этим сопровождают, это все в теории рейца и всякое прочее. Поэтому я знаю все эксперименты Высоцкого, который как раз с физической точки зрения совершенно безукоризим. Ну потому что не было у тебя мисба русской из-за того, появился. И куча других экспериментов. Я как бы про все это знаю. Про все это знаю. Но про это значит не получается, что... Поэтому они могут говорить про теорию рейца, что планетарная теория неверна. Их шеф... Теория это может быть как говорится любая. Главное... Это самая... Их шеф. Тем не менее, скорее всего, у них вот все более-менее хорошо. Я надеюсь, что у них все это как бы так сложится. У них. они вот эмигрировали из России сейчас. Что у них все сложится. И эту технологию они положат под сухно. Она будет как бы воздействована. И я уже в своих видео остальных говорил, что нам сейчас кажется, что это невозможно, что человек может обладать энергией в миллионы, в десятки миллионов раз больше, чем сейчас. Но у каждого из нас лежит в кармане сотовый телефон. Представь себе, что его вычислительная мощность в миллионы раз превосходит совокупную мощность всех компьютеров, скажем, существовавших 50-60 лет назад. Ну, 70 послевоенных. Миллионы. Вот каждый. Но каждого у этого есть. Прежде всего, также каждый может обладать вот этой самой энергией до бесконечности. Для бактерий это привычное. Просто дали это личные условия. Они все же сидели и этим делом занимались. Потому что они где-то там во глубине сибирских руд врановых сидели, а жить-то как хочется. И синтезировали, и разлагали все что угодно. Ну, я вот про эту самую самую теорию я про нее уже статистику рассказывал, уже второй раз рассказываю. И всякий раз как бы так внезапно. Ну, для меня этот самый факт обнаружения, установленный факт вот этого легкого бозона 36 раз превосходящего по массе электрон, то есть чрезвычайно легкого бозона здесь для меняется во-первых решающим, а вторым решающим это является обнаружение мощного синего излучения в новом реакторе Андрея Роси. Вот такая штука. То есть они уже там подделывают дырочки. Да, да, давно уже, в начале дня. Иначе готово светить. И волновод ставили. Интересно. Ну, видишь, свет это излучение, это энергия. Да, очень интересно, что как раз в системе Литий-7 реакция Роси происходит. Именно здесь и группа венгерских товарищей обнаружила вот этот аномальный бозон. И там тоже литий? Там тоже литий. Там ведь титан, конечно, нет. Нет. Там алюминий, гидрид. Алюминий, гидрид лития находится. То есть алюминий, литий и кислород, и водород. А все это дело нагревается вместе с маленькими фрагментами титана. Ой, титана, никеля. Если в эксперименте Роси там идет излучение, то вообще излучение это потеря энергии, излучение куда? Ну, вот так оно и выходит. Как у него энергия? Получается, что энергия запаянная же была? понятно. Энергия получается, почему радиации нет? Потому что она выкидывается за счет электронов. у него ток подводится, что ли? Да, ток подводится, да. Но она нагревается, там возникает магнитное поле сильное еще. Вот. Но у тебя получившаяся энергия выводится за счет электронов. То есть, я вам говорю, возникают вихревые электрические поля, магнитные поля. Поэтому нет у тебя излучения, потому что все, что у тебя выводится, оно выводится за счет электронов. Ну, быть может. Надо мерить. Ну, фиг, все скрываются, никто ничего не знает. Если это пройдет, это прорывная технология, конечно, все скрывает. Ну, ее можно замочить будет. Это можно. Замочить можно будет. Вечная машина ландома. Ну, все равно порвется поздно-неравно. Да? Почему я говорю поздно-неравно, когда рандома и поздно-неравно? Я думаю, что да. Один раз где-то уже близко. Ну, у тебя вот ядерная вот эта технология, она в миллион, в десять миллионов раз сильнее, чем электрическую. Видишь, есть мегаэлектрон-вольт, химический ракет электрон-вольт. Ты можешь просто из полония-210 создать этот генератор прямого действия, который будет тебе ток вырабатывать напрямую. У него маленький кусочек. Каждому по полонию, что ли? Да. Каждому дому, даже. Это ядерная батарейка. Это ядерная батарейка. Крохотная батарейка, которая не несколько грамм, которая обладает мегаваттной мощностью. Вы сейчас бесплатно электричество? Ну, фактически, да. Фактически, да. Ну, вот они летают, летают все эти наши штуки. Не только Литвиненко отравляет полонию, но вот источники обычно электроэнергии, у марсохода, у всех прочих, это такая полония ядерная батарейка. Просто его, по-моему, то ли 100, то ли грамм, 300 грамм за год производят. Это все. Поэтому на всех как бы не хватит. А если у тебя есть дешевая такая технология, то она может появиться. Ну, это самое сложное, это, конечно, если ты физик-профессионал, когда тебе начинают рассказывать про модель Ритца старые, которые похожи на какие-то пирамидки, то самое главное быстро не покрутить память самого виска и не уйти в сторону. Постараться понять, что люди, занимавшиеся всю жизнь экспериментальной химией, тоже могут получить важный результат. Результат, да, может быть. И если вот это все верно, то и эксперименты Вачаева, и все остальное, вот все, что вот было, оно вообще, говоря, становится легко объяснимым, на мой взгляд. Но жалко, что это будет неверно. как бы рассчитать, да. Ну, так надо для храба еще и для независимых групп получить штучек 7 подтверждение вот этого существования этого бозона. Ну, я... Ну, другой стороны, рассчитать-то уже можно. Да, я достаточно давно здесь, далеко здесь продвинулся, я просто об этом не буду сейчас рассказывать. Ну, хорошо, да? Все?